Борис Ильяевич пришел к нам в школу, когда ему было 20 лет, молодой парень. В 1946 году я был в третьем классе, он пришел к нам в учителе, 20-летним парнем. В 1946 год мы послевоенные ученики. И буквально до последнего дня ухода из жизни мой личный контакт с ним никогда не прорывался. Этот контакт длился 70 лет. Мы в прошлом, в 2015 году отмечали 60-летие окончания средней школы здесь. И первое слово каждой из нас учеников выступающих мы вспоминали единственной в то время здравствующего нашего учителя Борис Ильяевича Бабаева. Борис Ильяевича Бабаева это, надо сказать, учитель от Бога. Учителем войти должен войти человек тот, кто имеет для этого призвание. Я чуть-чуть отреку, вот недавно медведеву премьер-министр России задали вопрос, почему зарплата учеников такая маленькая. Он сказал, что если вы хотите иметь больше заработок, хотите больше денег, идите в бизнес работать. А пусть учителям идет тот, у кого есть призвание. Любовь к этому, к своему делу, любовь к детям, любовь к ученикам. Вот к таким учителям мы относили Борис Ильяевича Бабаева. Он ушел из жизни с чувством исполненного долга, долга перед своей семьей, долга перед сотен, можно сказать, тысяч его мужиков, которые будут вспоминать его с благодарностью. Пару слов скажу, говорят, основным источником вдохновения для любого творческого человека была, есть и будет настоящая женщина. Без настоящей жены женщины ни один творческий человек не будет успеха иметь в своем деле. Лиза Апра была такая. Он был для него как ребенок. Он ни один день своей жизни не представлял без нее. Когда она ушла из жизни раньше, чем он, мы все подумали, что он этого не выдержит. Но выдержал сильный духом человек более одного года. Он сказал, что он был в своем деле. Субтитры сделал DimaTorzok